Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я хочу рассказать о платформе для создания онлайн-курсов iSpring. В каком-то смысле эта платформа дает каждому возможность создать свой собственный онлайн-университет с графиком посещений, детализированной отчетностью и прочими благами современной цивилизации. К сожалению, такие платформы редко бывают бесплатными, и iSpring не исключение. Поэтому нас в первую очередь, естественно, интересуют цены. Тут есть расценки на iSpring Suite, но это не совсем то, это приложение для создания курсов на локальной машине. А нас интересует iSpring Online, то есть облако, где эти курсы хранятся и где, собственно, происходит работа со студентами, сбор статистики и так далее. И вот тут цен уже нет, но я связывался с поддержкой и выяснил, что стоимость обучения одного служителя составляет 97 рублей в месяц. Это на июль 18 соответственно. Ну а мы запускаем бесплатный 14-дневный аккаунт. Регистрация простая, зашли в почту, туда нам пришел логин, пароль, ввели, зашли. Дальше меня встречает вот такое окно, которое намекает, что не надо ничего делать, мы уже все сделали. Действительно, тут есть весьма подробная инструкция, видео инструкции, ну и на канале YouTube у них много всего. Да и, собственно, сложно ожидать от платформы для онлайн-обучения, что они не сделают качественный онлайн-учебник по своей платформе. Поэтому я сейчас вкратце пробегусь по тому, что здесь можно делать, а все подробности вам расскажут уже они, видео инструкции, точнее она, дама из видео инструкции. Поэтому закрываем окно, главная страница, это отчет о вашем аккаунте, статистика, сколько у вас активных материалов, активных групп, непроверенных заданий, ну то есть это журнал, который естественно нужен в любом учебном процессе. Мы, как всегда, зайдем с конца, то есть пойдем в настройки. Настройки достаточно простые и интуитивно, понятно, что за что отвечает, опять же плюс разработчикам. Но при этом, в принципе, тут достаточно много всего. Ну вот, например, можно включить продажу материалов, то есть продавать учебные материалы прямо в системе. И неплохо, возможно, на этом заработать. А вот в подписке мы узнаем, что у нас на Триале лимит в 10 активных пользователей. Я говорил, что за пользователей придется платить. Айспринг предлагает минимальный пакет в 50 активных пользователей в месяц. Если хотите обучать больше, вы можете расширить пакет до нужного количества в любое время. Собственно, к пользователям мы и переходим. Пользователей можно приглашать списком или по адресам email через запятую. Им придет приглашение на email с логином, паролем. В реальном аккаунте эта функция, похоже, отключена. Нас просят связаться с техподдержкой, ну ладно. В конце концов, у нас в обзорной скринкасте нам это не помешает. И мы переходим к главному, собственно, учебному процессу. Учебный процесс, в котором может быть несколько программ обучения, строятся на основе учебных материалов, что, естественно, учебные материалы можно создавать самостоятельно с помощью любых редакторов курсов, а можно использовать iSpring Suite. Вот пример роскошного совершенно диалогового тренажера в автосалоне. Я его проходил несколько раз и почти всегда отвечал неверно. Это мобилизует. Прямо скажем. Соответственно, учебные материалы вы загружаете в раздел учебных материалов. Тут есть, например, пакеты SCORM. Спецификация для систем дистанционного обучения. А есть что-то попроще. Давайте я загружу. У меня есть презентация в PDF с недавнего мастер-класса. Заголовок можно не менять, если он подходит. Для поиска можно добавить теги. И еще добавить описание. Описание будут видеть ученики. И все. Теперь мы создаем, собственно, программу обучения, которая имеет название. Можно добавить описание или, скажем, продолжительность программы. И, естественно, любая программа имеет структуру. Структура состоит из глав, а главы, соответственно, состоят из учебных материалов, которые вы добавили. И вот это уже оно. Обучение. Вы добавляете материалы в главу в той последовательности, в которой ее должны проходить обучающиеся. Включая тесты, задания и так далее. То есть то, что подтверждает, что материал усвоен. Ставите, например, здесь в настройках, что порядок прохождения строго последовательный. То есть пока студент не завершит задание или не выполнит тест, он не перейдет к следующему заданию. И следите за тем, как ваши ученики пробираются по образовательной лестнице. Следить вы можете либо здесь, в отчетах, по программе обучения, либо на закладке отчетов, где собрано вообще все. Как проходит процесс, где спотыкаются студенты и так далее. Ну, то есть вполне себе университет 2.0. Кроме того, здесь есть еще календарь, где вы можете создавать мероприятия, приглашать на него участников или целые группы участников. Ну, то есть это такой элемент таск-менеджера в рамках образовательной платформы. Если взглянуть на интерфейс глазами пользователя, то есть выйти из панели администратора, вот так видят интерфейс слушателей. Более упрощенно, и здесь есть закладка мероприятий, где собрана информация о прошедших и предстоящих мероприятиях. Вообще, эта история больше для корпоративных клиентов, ну и скорее для бизнеса. Но вообще круто, когда какой-нибудь самый главный бизнес-тренер сидит в какой-нибудь Москве, щелкает мышкой, а сотни сотрудников филиалов во всей стране грызут гранит науки и разгоняют, разгоняют эффективность компании. Так-то одна командировка в регион с учетом высоких запросов высоких особ находится, ну да ладно. Все, любите друг друга, повышайте эффективность своего бизнеса, это тоже имеет социальный аспект. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok